Давайте мы обсудим, что нам мешает, что нам нужно сделать для того, чтобы все-таки вот такую природу нашу использовать не только рыть, рубить, но и использовать ее естественные возможности. И давайте тогда построим таким образом. У нас есть представители правительства, это Надежда Сергеевна Нестерова, Минприроды, я говорю, исполнительная власть в целом, и Алексей Александрович Бардин, заместитель начальника, у вас очень длинная, ну, в общем, Ростуризм, у вас очень длинная должность, но вы занимаетесь, я так понимаю, как раз анализом туристического рынка, статистикой, можете нам дать картину. Давайте вот мы начнем вот с двух вот этих ваших сообщений, что делает и Минприрода, и Ростуризм в этом направлении именно, а потом обсудим, что нам не хватает и что мы можем сделать. Хорошо? Пожалуйста, кому слово? Надежда Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Экологизация общественного сознания в наши дни ведет к тому, что экологическая обстановка служит одним из главных критериев выбора места и формы отдыха. Эта тенденция проявляется в росте востребованности особо охраняемых природных территорий, как объектов приориентированного и экологического туризма. Понятие природоориентированного туризма объединяет разнообразные экологические формы путешествий, включая экологический туризм. Концепция развития систем особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года предусмотрена развитие познавательного туризма, как одного из специализированных видов экологического туризма. Майским указом президента Российской Федерации определены основные цели и задачи социально-экономического развития Российской Федерации, среди которых задачи по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках. Эту задачу планируем решить в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», входящего в состав национального проекта «Экология». Несмотря на различия понятия экотуризма в разных странах, анализ международного и российского опыта позволяет выделить целый ряд общепринятых ключевых характеристик экологического туризма, которым, помимо путешествия в границах ОПТ и дикой природы, относится направленность на сохранение и развитие местных форм хозяйствования через вовлечение местных жителей в туристическую деятельность, возможность участия туристов в решении местных экологических проблем, уважение к местным традициям и культуре и стремление к их познанию. Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях установлен режим особой охраны территорий государственных природных заповедников и режим особой охраны. Вы меня простите, можно я вас перебью? Да. Это очень важно, то, что вы говорите. Вы нам просто расскажите, что делает Минприложник. У вас есть какие-то примеры? Программы мы все читали, у нас были парламентские слушания, мы все это знаем, целевые показатели, все это. На практике. Вы что-то сейчас готовите с точки зрения законодательства, с точки зрения дополнительного финансирования, каких-то идей? Ну, тогда на федеральном проекте, наверное, не буду останавливаться, поскольку я знаю, что и вчера в том числе были слушаны по этому поводу. Там, да, один из блоков федерального проекта, он составляет развитие экологического туризма на ОПТ, и, безусловно, он предусматривает финансирование. Вы хотите деньги взять с посещения ОПТ? Братья? Или как? Вот зачем 2 миллиона человек? Зачем 2 миллиона человек в целевом показании? Что мы от них хотим? Вот 2 миллиона человек вы хотите привлечь дополнительно на особо охраняемую природную территорию. Там даже не было, там больше, там 10 миллионов. Ну, тем более, зачем? Ну, плюс 2. Ну, да, более, более, хорошо. Задача стоит развивать территорию, знакомить население с нашими богатствами, показывать природу, прививать людям здоровое... Зарешите, пожалуйста, как коллегов в дискуссиях... Нет, извините. Хорошо. Надежда Сергеевна, мы тогда попросим вас еще прокомментировать потом, да? Да, конечно. Алексей Александрович, у вас, так сказать, общая картина. Я так понимаю, есть, вопрос туризма, что сейчас, вот какая стартовая позиция, да, вот что вы видите с точки зрения того, вот что нам не хватает? Пожалуйста. Ну, раз уж мы договорились на этот проект не обсуждать, да, мы там с коллегами совместно участвуем. Кроме этого, у нас разработана новая федеральность программа, начало реализации с 2019 года, и там выделено 5 приоритетных видов туризма, культурно-познавательные, оздоровительные, в том числе экологические. И в рамках вот этого приоритетного направления выделена особо байкальская природная территория. 10 мая у нас проведен отбор проектов по реализации инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров. И отбор прошли два проекта, один из Республики Бурятия и один из Иркутской области. Ну, то есть это, если можно, я не хочу обойти стороной нашу богатую родину, но все-таки Байкал – это одна из экологических таких жемчужин природных, поэтому два проекта приоритетных. Они вошли, то есть по линии нашего ведомства развитие туризма, в том числе экологического, предполагается посредством реализации вот этих инвестиционных проектов. Но в этой программе есть ли какие-то… Вот все, что мы слышим на самом деле, это сейчас, это некие слова «экологический туризм», я это представляю, наверное, так, что ты ходишь и наслаждаешься, так сказать, окружающей действительностью. А вот у нас же очень много людей активно, да, они занимаются охотой, рыбалкой. Вот вы рассматриваете в рамках вот нашего сегодняшнего кругового стола, мы тему эту поднимаем, вы рассматриваете только экологический туризм как некая вот прогулка на природе или все-таки взаимодействуете с Минприродой и с Минсельхозом относительно развития вот таких вот рекреационная рыбалка, да, там, предоставление услуг и создание инфраструктуры для охоты? Или это нету сейчас в вашей повестке? Ну, этими вопросами мы начали заниматься с коллегами из Минприроды на заре подготовки национального проекта, ну, как вы сказали правильно, с точки зрения, допустим, корректировки законодательства существующего, да, сейчас такого термина в законодательстве не существует, как экологический туризм, то есть его нужно определить, поместить в какие-то рамки его, да, какую-то методологию разработать, там, что снизит, там, антропогенную нагрузку на природные ресурсы, позволит нам бережно относиться, да, то есть, и опять же, те люди, которые, допустим, пользуются услугами, реализуемых в рамках будущей ФЦП-кластера, допустим, Байкал, это просто объект показа такой глобальный, да, такая аттракция, ради которой люди едут. Но пока правительство, давайте мы зафиксируем просто, что пока правительство практических шагов по развитию вот таких вот рекреационных видов рыбалки, предоставления услуг, там, в том числе и туристических, да, которые задействуют сферу охоты, в общем-то, не... Ну, здесь вопрос рационального природопользования, то есть нам здесь нужен рост рыболовства... Спасибо большое.